Приветствую вас. Ну, во-первых, я полагаю, что немножечко надо бы сказать о чувстве вины в целом, что оно из себя представляет. Чувство вины в целом представляет из себя очень интересное такое сочетание, если угодно. Чувство вины в целом представляет собой невыраженную, не обреагированную агрессию на тех, условно говоря, людей, которые, собственно, это ощущение вины у вас вызывают. Это могут быть как ваши родители, так и вы сами. Чувство вины, чувство невыраженной агрессии может порадовать и сам человек. У, как это не парадоксально, себя самого. И благодаря себе самому в том числе. Такая вот, в принципе, в общем и целом неприятная штука. Такая, в общем и целом, неприятная история. Но она, тем не менее, вполне реально, к сожалению. Первое, что нужно, это найти точки и отреагировать то чувство вины, ту агрессию, точнее, которая у вас имеет место быть. Именно отреагировать ее, отреагировать, эту самую агрессию, найти и отреагировать. Отреагировать, значит, выразить, значит, придать ей реальную форму, вот, ну и, наверное, наверное, взять ответственность. Взять ответственность за то, что вы чувствуете, за то, что вы ощущаете, за то, что вам хотелось бы и так далее и тому подобное. В момент этот крайне важен. Но он не единственный, к сожалению. А может быть и к счастью, я не знаю. Дело в том, что нелюбовь дня рождения связана с нелюбовью к себе. Либо с потерей контроля в этот день. История известна, когда с детства родители привыкли сами организовывать и направлять этот крайне персональный и индивидуальный праздник. Чувство беспомощности в общем и целом неприятно никому. И мне кажется, что совершенно это нормально, что чувство беспомощности неприятно никому. Но только вот проблему это, к сожалению, не решает. То есть это не решает проблему, например, того, что делать дальше. И вам нужно от этой беспомощности избавляться. Как, конечно же, принимает те решения, именно принимая те решения, которые вы хотели бы. Имеют какую-то ценность. Ну вот, двигаясь в таком направлении, вы сможете чего-то достичь. Конечно, это предполагает определенную работу над собой, конечно, это предполагает определенные усилия, конечно, это предполагает то, что вы будете идти на те вещи, которые в целом вам могут казаться какими-то какими-то грустными, неприятными и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, от этого они не становятся менее важными. Да? От этого они не становятся менее или более важными для того, что они тяжелые. Вот. Также, мне кажется, что есть некая неуверенность в себе у вас по поводу, например, того, что вас могут в той или иной степени волноваться, в той или иной степени нас может волновать мнение других людей. Вот. И это, конечно, тоже есть в этом. Тоже есть трудность в этом. Тоже есть определенная проблематика. Вот. И, ну, как бы, соответственно, нужно работать над уверенностью в себе. Нужно работать над тем, чтобы вы опирались при принятии решений именно на себя. на себя, а не на других людей. Вот. И, соответственно, для этого требуется определить ваш ценностный аппарат, именно ценностный аппарат. и определить ценностный аппарат можно, в принципе, опираться только на него. Да. Конечно. Будет такая возможность и вероятность, скорее всего, что люди от вас отвернутся. Это безусловно. Вот. Такая история вполне возможно, что люди отвернутся от вас. Вот. Но это та цена, которую вам ныне будет заплатить. для того, чтобы стать свободным. Если вы, конечно, этого хотите. По-настоящему. Вот. Такой примерный ответ, я думаю, вам можно дать. на ваш вопрос. Соответственно, если вас интересует, если вы хотите это исправить, вам на него выбрать психолога и начать с ним работать. Так вот. Я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравится, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Поехали! Продолжение следует...